Добрый день! Пришло время накрывать розы, сохранить наши цветки, чтобы в следующем году они нас радовали и своим ароматом, и своей красотой. Значит, первая рекомендация это обрезка. Обрезаем мы, как только температура становится ниже 10 градусов. По поводу обрезки есть отдельное видео. За неделю до того, как накрывать розы, обязательно пройти их железным купоросом, поскольку это самое ценное средство для растения, именно за неделю до укрывания роз в зиму. И накрываем розы, когда температура достигает 4-5 градусов мороза. Вообще розы спокойно выдерживают 7 градусную температуру, поэтому как только 4-5 градусов наступает, так мы начинаем укрывать розы. А почему это так? Потому что под пленку могут залезть мыши полевые и немножечко попортить корневую систему этого прекрасного растения. Сейчас мы расскажем вам, как укрываются розы в нашем загородном доме. Значит, в качестве укрывного материала мы будем использоваться спанбонд укрывной 60 грамм на кубический метр. Вот такой вот у нас есть рулон. Сейчас я вам покажу, как это будет выглядеть. Устанавливаем дуги. Дуги, конечно, лучше приобрести. Почему? Потому что шипы роз могут порвать ткань. А если использовать дуги, то ткань по ним пройдет и меньше повредится. Значит, вы сможете ее использовать не один год. Поэтому по всему периутру ставьте дуги выше обрезанных роз. Вот такие дуги. Я рекомендую покупать двухметровые, потому что иногда розы приходится обрезать высоко. И вот именно двухметровые дуги подходят для того, чтобы их закрепить. Если меньше будет, то ветки роз могут быть выше их. И тогда смысла их никаких ставить. Ну, а больше дуги большего размера, значит, у вас идет больше ткани. Самые оптимальные – это двухметровые. Значит, устанавливаем по всему периметру дуги и, значит, натягиваем ткань. Поверх дугов натягивайте укрывной материал в два слоя. Я все-таки рекомендую в два слоя. Не бойтесь, что ваши розы запарятся, поскольку этот укрывной материал прекрасно дышит. Но создает парниковый эффект. Конечно, очень хороший, черного цвета. В общем, так немножечко по краям земли прикидываете, чтобы натянуть. И идете до самого конца. Вот таким вот образом накрываем розы по всему периметру. То есть никакого лишнего расхода ткани. Ткань не рвется от шипы. В общем, таким образом. Так делаете со всеми остальными розами. Накрываете их до самой весны. Это и все, о чем я вам хотела рассказать. Как правильно накрывать розы, значит, до весны. Первая обрезка. Значит, правильная обрезка при температуре, когда уже устаканится температура меньше 10 градусов. Затем за неделю до укрывания вы отслеживаете, значит, погодные условия. Как видите, что скоро наступят морозы. Обязательно пройдите железным купорозом. И накрываете розы, когда уже температура 5 градусов. Это позволит, значит, мышам. И засыпайте, главное, землей. Это позволит, значит, чтобы туда не залезли мыши, не попорнете ли корневую систему. И ваши любимые цветки сохранятся. И на следующий год будут радовать вас своей красотой и ароматом. Всего доброго. До свидания.